Масштабные перестановки могут произойти в течение нескольких недель, еще до конца этого года. По данным New York Times, место Тилерсона в Госдепартаменте займет Майк Помпео, который до января был конгрессменом, а при Трампе стал директором ЦРУ. А эта должность, соответственно, перейдет к сенатору-республиканцу Тому Коттону, который является активным сторонником Трампа в вопросах национальной безопасности. Высокопоставленные чиновники, которые пожелали не раскрывать свои имена, сообщили изданию, что автором плана по смещению Тилерсона является генерал Джон Келли, глава аппарата Белого дома. Пока неясно, утвердил ли данное предложение Трамп, но сообщается, что в целом он готов к перестановкам в Госдепе. Известно также, что Трамп очень не любит прибегать к увольнениям, поэтому многое зависит от того, согласен ли сам Тилерсон подать в отставку. Наличие подобного плана в Белом доме подтвердили агентство Reuters и AP. Дональд Трамп, пока не комментировавший последние сообщения, активно пишет в Твиттере о своей налоговой реформе. И, среди прочего, он обвиняет ту же Нью-Йорк Таймс в лоббировании позиций демократов по данному законопроекту. Провальная Нью-Йорк Таймс, информационный орган демократической партии, превратилась в их виртуального лоббиста в том, что касается нашего масштабного законопроекта о сокращении налогов. Они так часто ошибаются, что я теперь знаю. Мы победим. Возможно, этот твит является ответом на статью, опубликованную накануне. В заголовок Трамп продвигает налоговый план с помощью ложных утверждений. В материале, к примеру, опровергаются слова президента на прошедшем вчера митинге в Миссури о том, что после Рейгана никто не сокращал налоги в Америке. Клинтон подписал закон в 1997 году, Буш-младший проводил сокращение дважды, а Обама позднее расширил данные положения, сохранив сотни миллиардов долларов в налоговых вычетах. Опровергаются и слова Трампа о том, что предложенная инициатива не поможет ему и самым богатым американцам. Кроме того, Трамп ответил британскому премьер-министру Терезии Мэй, которая накануне подвергла его критике за распространение в твиттер-аккаунте антимусульманских видеороликов британских ультраправых. Американский президент призвал Мэй не обращать внимания на него, а сконцентрироваться на губительном радикальном исламистском терроризме, который, цитата, «имеет место в Соединенном Королевстве». «У нас же все замечательно», подытоживает Трамп. В октябре, напомню, был совершен теракт в Нью-Йорке, и ранее Трамп предлагал Мэй всяческую помощь после терактов в Лондоне и Манчестере. Мэр Лондона Садик Хан, как и ряд политиков от консерваторов или баристов в Великобритании, призвал Мэй отменить приглашение Трампу посетить Великобританию в 2018 году, если он не извинится перед всеми британцами. Впрочем, в соцсетях больше обсуждают даже не содержание твита американского президента, а то, что сначала он отметил в нем не британского премьера, а другую Терезу Мэй – 41-летнюю женщину из Сассекса с шестью подписчиками. У зятей и советника Трампа Джареда Кушнера другие заботы. Агентство Associated Press сообщает, что Кушнер был допрошен свидетелями, следователями, простите, из команды спецпрокурора Роберта Мюллера. Заданные ему вопросы касались экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флина. Источник АП, знакомый с ходом расследования, утверждает, что беседа состоялась в ноябре и продолжалась не более 90 минут. Следователи, в частности, пытались выяснить, располагает ли Кушнер информацией о работе Флина на правительство других государств, в частности Турцию, за которую его фирма, предположительно, получила 530 тысяч долларов. Подтверждение беседы с Кушнером пришло практически одновременно с решением о переносе слушаний на тему бизнес-интересов Флина перед большим жюри присяжных, сформированным Мюллером. Совпадение или нет? Но адвокаты Флина недели ранее прекратили все контакты с юристами президента Трампа на тему данного расследования.